Друзья, приветствую вас на нашем канале, посвященному ремонту квартир своими руками. В данном видео расскажу, как клеить плитку бесшовную, бесшовную относительно, потому что все-таки, конечно, хоть она и бесшовная, но маленький шовчик все равно, конечно, миленький. Плитка у меня итальянский стиль, русской керамики. Название, по-моему, Shavevo Konics 30 на 60. Ну, в принципе, вот маленькой я наклеил уже. Я уже вклеиваю в небольшом шахматном порядке, но отступаю по 15 см. То есть смещение идет на 15 см. Следующий ряд тоже будет смещаться на 15 см. Вот два ряда я наклеил. Сейчас покажу, какие нюансы при наклеивании вот этой бесшовной плитки. Ну, не только этой, вообще, когда плитка бесшовная. Так, ну и почему говорю, что швы относительно не видно? Потому что вот даже, когда украдываешь просто плитку без клея, все равно шовчик небольшой он виден. Очень узенький. Но все равно, конечно, виден. То есть, когда уже вот плитка наклеена у меня, то, ну, примерно такой же шовчик. Может чуть-чуть, где побольше. Вот у этой плитки еще что заметил. Небольшой такой косячок есть. У нее вот здесь вот ровненько, да, по краям. А здесь вот небольшой вот, ну, пузо небольшое есть. Совсем маленькое. Здесь вот тоже ровно. И вот здесь вот так же. Ну, тут совсем буквально немножко. Вот на такой вот бесшовной плитке нужно использовать хороший плиточный клей, который должен быть без усадки. Иначе, если какая-то малейшая усадка, на такой плитке это все, конечно, вылезет. Такую плитку нужно уже укладывать специалисту. Просто человек, который какой-то там только начал, он вряд ли сможет хорошо сделать. Так, ну и сама укладка плитки этой, в принципе, такая же. Промазываем, по угле. Я иду сразу на одну лепку. Далее зубчатый шпатель. Полщина зуба у меня здесь, по-моему, 8 миллиметров. Или сантиметра, по-моему, 8 миллиметров. Снимаем лишнее. Далее. Здесь вот так делаем. Кто-то просто укладывает сразу в нитку. Я всегда плитку промазываю. Так же. Клеем. При промазывании плитки старайтесь не задевать края. В принципе, это и на обычной плитке тоже, но на мешонной это вообще обязательно. Потому что если вы краешек задели клеем, то клей нужно сразу смывать. Для этого у меня вот режим трубка. Внутри с водой. Здесь вот такие вот места. Их аккуратно убираем. Смотрим, чтобы нигде не было клея. Со всех сторон. Всё. Теперь прикладываем. Так же аккуратно, чтобы клеем не заморать края. Всё. Теперь придавливаем. Опять же клей тут надо наносить так, чтобы сильно не придавить. Ну, чтобы клей нужно наносить так, чтобы он, вот вы когда будете придавливать, да. Чтобы нанесение везде одинаковое. То есть, почему и под гребенку. Тут какими-то лямками тут вряд ли что-то хорошо получится сделать. А так, когда под гребенку, всё ровненько. То есть, здесь слой на плитке одинаковый. Здесь одинаковый. Приложили. Чуть-чуть совсем придавили. Как бы густота клея тоже важна. Потому что если сильно шипён уплывёт. Если прям очень сильно густой, вы не сможете её придавить нормально. То есть, может где-то надо посильнее придавить, а клей уже не даст, потому что он густой. Так. Ну и обязательно нужно клеить всегда, вот в первый ряд идёте и второй за ним. Потому что, вот когда наклеиваешь, допустим, одну плитку, вторую, да. А следом идёт вот так, в таком шахматном порядке третья. Как край один уходит, ну куда-нибудь уходит. Или он выше, или ниже. И потом, когда при наклеивании уже следующей плитки, приходится вот эту плитку ещё корректировать. А если клей уже высохнет, ну потом поскорректировать не сможете. Вот видите, у меня тут небольшой зазорчик получается. То есть, мне надо вот эту крашку приподнять. Хотя, когда клеим вот эти плитки, ну вот эту плитку и эту, тут вроде всё ровненько. А здесь уже получается зазорчик. Хотя, вот, по уровню, да. Ну да, есть, есть небольшой зазорчик. Вот здесь надо, как сказать. Дальше. Лишний клей прибираем, стараемся не касаться самой плитки. Клеем. Клеем. Ставим, держим, маленько под углом. Конечно, в любом случае, клей попадёт сюда. И когда попадёт, его надо смыть бумком. Вот так вот смылается лишнее с этой стороны, чтобы край был абсолютно ровный. Ну и смотрите, чтобы клей завел пустоты все. Ну, пустоты не было, особенно по краям. Хотя плитка это довольно жёсткая. Так, вот здесь клеим сюда. Если где-то что-то, плитка подуходит, ну, возможно, даже придётся что-то немного подкрадывать. Сейчас я вот при такой дешёвной плитке, буквально каждый миллиметр видно. У меня бывает кусочек там гипсида под углом подкрадываем, чтобы потом оно не вышло. Так, теперь клеим следующий клей. Так же промазываем клеем. Ну, у меня тут без разницы какой, туда-сюда. Просматриваем перед наклеиванием плитку, чтобы не было каких-то там изъянов, косяков. Чтобы не было там битых краёвчиков такого. Вот так же промазываем. Ну, клей смотрите сами. Сильно не дешевите. Я вот пользуюсь клеем розыкс. Цена мешка, в принципе, 300 рублей. Полусикленный. Мне вам нравится. Усадки почти нет. Ну, на клей, в принципе, можно клеить ему или жгон. Не осаживался и клеил хорошо. Ну, не давал, в смысле. Усадку. Всё. Сейчас укладываем. Прикладываем. Укладываем всё это. Здесь вот, чтобы все шли были руки. Опять же, чтобы не передавили плитку, нужно передавить. Кстати, вот эту плитку я не смог отрезать плиткорезом. Её придётся вылить. Хотя плиткорез у меня хороший грубин. Хорошая плиткореза в грубинке. Вот её я не смог отрезать. Всё, выливаем их. Ужирательно, после того, как ряд немного подприсохнет уже, чтобы усадки вообще не было, клеить уже следующий ряд. Ну, в том смысле, что, когда вот два ряда прошли, приклеили, клеили. Подождать чуть-чуть, чтобы вот этот вот ряд уже подприсыл, да, и потом уже следующий. Стой очень аккуратный, иначе было видно. Ну, вот так вот получилось. Так, ну, вот он плиткорез. Очень хорошие плиткорезы вот эти руби. Просто отличные, мне нравятся. У меня даже, причём у меня срамалось вот это одно ухо. И то он довольно ровно пилит. А когда, ну, новый был, просто отрезал вообще идеально. То есть, вообще, отличные плиткорезы. Ну, вот у этого ценник был, по-моему, 2-300. Я его покупал ещё года четыре назад. Причём, у него сменная, вот здесь вот, можно менять, вытаскивается. А, в другую сторону, по-моему. То есть, вот так вот вытаскивается. Так, что-то я забыл уже даже. То есть, откручивается вот так вот. Сильнее сама ручка. И вот это вот вытаскивается. И меняется, если нужно, на новую. То есть, не сама вот эта вот, забыл, как называется вот эта насадка. А меняется полностью вот эта вот в сборе. Вставляется. Вот так же, так же вставляется. Хотя нет, по-моему, отсюда. Да, вот так вот. И вот чем удобно, что от толщины плитки зависит. И вот чем, допустим, толще плитка, тем можно больше вот вытащить, меньше. То есть, вот раз, закрутил. Всё. Нужно открутил маленько, приподнял, закрутил. То есть, поднял повыше. То есть, ну, это от толщины плитки зависит. Так. Ну, в принципе, всё. Так, ну, клей вот он. КС-12 усиленный. Ну, цена у него, вообще, что-то 300 рублей, по-моему, мешок стоит. Используется для керамогранита. Ну, как бы, вообще, недорогой абсолютно клей. Ну, в общем-то, всё. Понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, сильно не настраивайтесь. До свидания. 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 До свидания.